Друзья, всем привет! В новом сезоне нас ожидает новая карта Firecracker. Это как крекер, но только еще и с огнем, судя по всему. На самом деле это ракетчица и, друзья, она будет ваншотать такие карты, как Ледяной Дух, Гоблин и Гоблин Дротист, Лучница, Миньоны, Разбойница и Принцесса. С одного выстрела их будет убивать. При этом у нее 252 единицы здоровья и она не будет умирать ни от разряда, ни от снежка, ни от бочки с варваром, ни от землетрясения, ни от торнадо и даже не будет умирать от бревна. При этом, конечно же, будут карты, которые будут ее контрить. Например, подрывник будет убивать ее с одной бомбочки, с одного выстрела, стрелы ее будут убивать. Фаербол, ну это само собой, но при этом это будет, конечно, невыгодно. Ну и бандитка со своего разгона ее убивает. Ну и, ребят, можно было успеть поиграть этой картой в течение буквально 10 минут, воспользоваться окошком, пока разработчики не до конца все сделали грамотно и многие успели это сделать. Я со всех просторов интернета собрал для вас геймплей новой карты. Да, как вы видите, ваншотает ракетчица принцессу и посмотрите, что она творится ордой миньонов. Точно так же просто разрывает ее в клочья. Ну при этом, конечно, она не успевает нанести достаточный урон стенобоем, если вот так забоздало ее выставлять. Это, друзья, не я играл, поэтому где-то может подлагивать, где-то что-то могут быть какие-то проблемы. Это все, что удалось найти на эту новую карту. Я думаю, что все равно будет интересно вам это посмотреть. Ну и против новой карты будет легко активировать свое здание. Посмотрите, даже летучка справляется с этой задачей. Вот в такую точку ее вставить. По сути, любую карту можно будет поставить в эту точку и будет активировано главное здание. Ну и, конечно, друзья, я должен извиниться за свой голос. Вот такой вот гнусавенький. Ну это просто издержки нового года, с которым я вас, кстати, всех поздравляю. Желаю вам всего самого лучшего. В первую очередь, это здоровье. Ну и становитесь абсолютными чемпионами. И это касается не только Clash Royale. Чем бы вы ни занимались, желаю вам становиться в этом лучшими, друзья. Ну а возвращаясь к новой карте, как вы уже могли заметить, при своей атаке она атакует первую цель очень серьезным таким уроном. А затем ее ракета разлетается на много частей и атакует все карты, которые находятся позади основной цели. Это очень похоже на атаку Пенни из Браул Старса. Кто играет в Браул Старс, сразу это заметили. Ну и, ребят, еще одна особенность этой карты в том, что она отскакивает при своей атаке на две клеточки назад. Кстати, интересно будет посмотреть на эту картишку с ее вот этой способностью под яростью. То есть она, наверное, не будет давать даже возможности Валькирии подойти к ней. Ну, Валькирии это я, к примеру, привожу. Но суть понятна, она будет быстрее атаковать, соответственно, быстрее отскакивать на две клеточки и к ней будет очень сложно подобраться. Вообще, я посмотрев на эту картишку, понял, что это будет очень прикольная карта, на мой взгляд. Это, возможно, даже будет в некотором смысле имбовая карта, потому что ее сложно достаточно убить. То есть для того, чтобы ее выгодно убить заклинанием, то есть как можно быстрее, надо использовать стрелы. Но не у всех есть стрелы, соответственно, я думаю, что если эта карта станет популярной, то еще популярнее станут стрелы. И в любом случае, друзья, нас ждет очень интересная новая мета, очень интересный новый сезон. Еще неизвестно, к сожалению, изменение баланса, но вот уже понятно, что будет вот такая карта. И, кстати, ребят, для этой карты также будет на сезон следующий действовать буст. То есть она будет увеличена по уровню до уровня башни вашего короля, как это было в предыдущем, ну, в нынешнем еще сезоне, который не закончился, с целительницей. Вот так же будет, друзья, и с ракетчицей. Ну, а мы смотрим повтор, где игрок зачем-то ускорил геймплей на ракетчице, ну, его повтор, то есть игровой, в 4 раза. Поэтому мне пришлось его замедлить в 4 раза для того, чтобы мы могли адекватно видеть скорость ее передвижения, скорость ее атаки и все дела. Ну, конечно, это выглядит немного заторможенно, но ничего не поделаешь, опять же, ребят, это не я играл. И вот пока я делал озвучку к этому ролику, вышла информация о том, что новая карта будет называться Огненной Лучницей. Очень странно, потому что с самого начала, когда карта только появилась, до того, как они ее скрыли, она называлась Ракетчицей. Ну, ладно, не буду переделать озвучку, друзья. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно это видео, и до новых встреч. Всем пока!